Питание остается основной статьей расходов для россиян. Многие жители страны съедают больше половины семейного бюджета. Каждый день на столе появляются супы, овощные блюда и молочные продукты. На такой небогатый рацион уходит порядка 9 тысяч рублей в месяц. Причем на кухню все чаще заглядывают мужчины. В приготовлении еды участвуют почти 30% представителей сильного пола. А каждый пятый мачо использует свои кулинарные способности, чтобы покорить даму. Правда, россияне не слишком внимательно следят за тем, что отправляют в желудок. Здорового питания придерживаются лишь 7% жителей страны. Но понятия о правильной пище у каждого свои. По нормам, установленным Всемирной организацией здравоохранения, за год человек должен съедать 80 килограммов мяса, 60 рыбы, 350 молочных продуктов и 146 килограммов овощей и фруктов. Но питание россиян пока сложно назвать сбалансированным. В среднем каждый житель страны съедает 73 килограмма мяса в год. Это почти соответствует нормам. По остальным показателям у россиян явный недобор. Полезные рыбы они едят в три раза меньше, чем стоило бы. Не хватает в рационе и молочных продуктов. Специалисты советуют ежедневно съедать почти полкилограмма фруктов и овощей. Но регулярно употребляют фрукты только половина жителей страны. Треть из них говорят, что просто не могут себе этого позволить. Еще 4% россиян используют тарелку с фруктами только как украшение на праздничном столе. Но некоторым людям просто не хватает времени на полноценную трапезу. Лишь каждый седьмой работник берет с собой в офис домашнюю еду. Еще треть заправляется сладостями, а каждый четвертый носит с собой бутерброды. Скромный рацион помогает сохранить семейный бюджет, уверены жители страны. На еде экономит больше половины россиян. Причем урезать расходы на остальные блага люди не торопятся. А каждый второй интернет-пользователь утверждает, что скорее будет голодать, чем откажется от выхода в сеть. Субтитры создавал DimaTorzok